Книга «Открытый мохом» том 2. Тема Лапкин. Книги. Вопрос 830. Расскажите, как вы боретесь с грехом? Как возгреваете ревность? Как укрепляетесь в истине? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. На все эти вопросы постоянно отвечают пять книг «Добротолюбие». Когда мою мать спросили, как ты могла воспитать таких верующих детей, когда вокруг одно безбожество? Она ответила, никто их не воспитывал, они работали и росли, а мы детей, считай, и не видели целыми дьями на работе колхозной. Марка 4, 26 по 28 стихи. И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колости. Все три вопроса я никогда не ставил по отдельности для себя, чтобы вот так с утра до вечера напрягаться и думать, вот тут я буду бороться с грехом, а вот на пути еретик, сейчас я возгрею на пути ревность и огрею его, а вот здесь начну укрепляться в истине, потому что хочется соврать. Ничего этого я не делаю, просто молюсь и живу и радуюсь всему, что дает мне Бог. Давая первый урок Адаму, Бог очень доходчиво разъяснил единственному школьнику, нельзя, буду бить и очень крепко, если не послушаешься. Урок закончился. Мне Бог сказал, живи в моих заповедях, дал мне в руки Библию, как шоферу правила движения, погладил меня по голове и сказал, живи и радуйся, трудясь над собой. Я жду тебя домой, чаще мне звони и пиши, что неясно, спрашивай. Вот такое у меня представление о моем Боге. Моя мать лучше других знала меня с детства, мою повышенную требовательность к порядку, строгость, нетерпимость к нарушениям. Она видела, как меня не раз зашкаливала на этом и позже, после моего обращения, а не раз говорила моей жене, ох, Надя, если бы Игнатий к Богу не обратился, что бы у вас было? Хотя и сейчас я далеко не сахар, моя родная сестра как-то выдала мне с тобой хорошо и приятно встречаться, беседовать и слушать. Но когда поживешь с тобой рядом, хочется поскорее уехать. Добавлю, что она так и сделала, и впала в непоправимые страшные беды, смертельные грехи. Все еще кажется так далеко, путь, чтоб достигнуть приют долгожданный. Ах, переплыть нелегко, нелегко. Часто в борьбе со стихией угрозной сил не хватает, немеет рука. Дух леденит под струей уйморозной, помощь зов не идет с языка. Бедный мой брат и пловец утомленный, падаешь духом ты, но ободрись новой силой в пути окрыленной. В море житейском ты смело держись. Долго ты плыл, много с бурями бился, сколько преград на пути победил. Гавань близка уж, а ты утомился, руки в тяжелой борьбе опустил. Трудно тебе, ой, я верю, как трудно, но не забудь отчий глаз над тобой. Воду стуя денно и ночно, он чудно, зрит каждый миг в твоей жизни земной. Будь победителем, ой, не сдавайся, скоро ты сможешь свободно вздохнуть. Чел твой уцели, мужайся ж, мужайся. Вот, вот, немного и кончен твой путь 12 апреля 1964 года. Спасибо. Спасибо. Спасибо.